или нет или да давайте там несколько репок осталось может если там они не очень быстро на перемоточке сейчас кстати посмотрю если запись а а а Я играл, что очень лучше, прежде чем они смеются, что играет масштаб? И вот, но всё, просто у нас вability, вот, естественно, я не могу сказать это, что я не знаю, но это было бы очень хорошо. что я не говорю, я думаю, что это не так. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Все беременовал, цель точно не длинная будет. Это ЗВЗ, ну что, начальную стадию как обычно на Х2 перематываю тогда. Так, предатор, пулгаз, здесь тоже самое абсолютно у Кингфиша. Ну что, пулг готов, здесь тоже пулг готов. Все, снижаем скорость, линги выходят первые. Но это ЗВЗ в первом Старкрафте, в принципе, оно всегда на малых лимитах рабочих. Вот 9 рабов как было, так и есть, и линги строятся сейчас фактически. Так, забегает предатор шестью лингами сейчас. Но здесь уже четыре есть, линга плюс рабочие. В это время забегание идет тоже шестью лингами. У красного, кстати, два линга на халяву принимает. Лейер делается, здесь лейера все еще нету. Так, а у Као у серого мув доделается? Мув доделается скоро, здесь уже мув сейчас будет готов. Ну с мув уже можно бой принимать. Так, линги против лингов. Здесь тоже линги с рабами дерутся. Рабы на минерлоке хотят что-то сделать. Рабочих уничтожено. Четыре дрона остается. Ё-моё, четыре дрона осталось. Три дрона остается. Красный отбивается, у него остается дронов. Девять штук. Короче говоря, для Белой вынужден отменить сейчас лейер, потому что рабочие три штуки осталось. ГГ пишет. Вот такое вот ЗВЗ у нас в первом Старкрафте, ребятки. А вы говорите там. Вот такое ЗВЗ я люблю. Вторая игра. Поехали. Ну что, Кингфич против предатора. Вторая игра ЗВЗ Нео Медуза Карты, я думаю, билды будут подобные Сейчас, как и в предыдущей игре Вижу, овер заказан У предатора, здесь у нас овер Не заказан, здесь у нас пул Будет первый Первый интересно, но пул Имеет место быть и после овера Как и во втором StarCraft, собственно говоря Просто с большим количеством дронов Хаты пока я не наблюдаю Хата не делается, ну что Макро-хата У предатора Линги заказаны Газ добывается, скорость снижаю Ну, макро-хата, это, конечно Интересный момент, но В ЗВЗ вот такую Макро-хату ставить Но это на нормальном уровне Было не очень всегда Я уже вам об этом говорил Почему? Да потому что По муфу проигрываешь Всем параметрам проигрываешь Проще через муф в эту хату выйти Или сразу там Какую-то раннюю 12-ю хату Запилить на второй базе В муф попытаться выйти В ней смысла нет никакого ЗВЗ Да и в любых матчапах практически уже От этой хаты Очень редко она Я видел вот эту хату В первом StarCraft уже Я не знаю после какого даже года Мне сложно сказать Да уже в 2005-2006 особо так Никто не делал Да, конечно, особенности карт Всех Уникальные, но Что-то тут не припоминаю Прибегают линги от красного А здесь и плетка не готова Она же Санка Еще до сих пор Троны минералвуком Сейчас прикрывают Санку Линги уходят Можно было лингов подзабрать На самом деле Рабочими Санка плюс Кривую Вводят Сейчас красный Еще одного линга отдал Санка есть Здесь муф заказан Но Если сейчас красный Не выйдет в лейер То он может затерпеть Почему? Потому что Сейчас просто двух бас Можно намазить лингов Миллиард Муф то есть Уже делается Даже, наверное Фиолетом Не нужно здесь Пытаться в лейр выйти Ему просто нужно Со всех бас Лингов заказывать Все И рассчитывать на то Что с муфом Он пробреет Потому что он по всем параметрам Уже отстает Да, здесь хата одна Но здесь уже лейр готов И здесь спайр Сейчас будет заказан Вот здесь Можно его К примеру Заказать Что и делает Красный игрок Газу добыча Не мешает Минералам Тоже особо не мешает Сейчас будет заказана Просто Санка И Так Овер готов Саплай блок Да, пошли еще линги Нет никаких регенов Нету на крипе Повесил, кстати, на патруле Овера Можно над вражеской базой Так повесить Он напрягает немножечко Когда так висит Но Мне всегда пофиг было Еще одна плетка Она же Санка Строится Спайр скоро будет готов Газ добывается Вообще Двумя рабочими Все добывается Вот этого я не понимаю Ну что Две санки Линги Рабочие Против масс Лингов Просто с этой стороны Ну уже спайр почти готов То есть Тут нужно убить Фактически сейчас Прийти Фиолетовому Подкопил Юнитов Еще одна санка Заказана Дрон приходит Чуть не отдался Одновременно С атакой Можно, например Попытаться Запилить Здесь санки Приходят Линги Фиолетового Начинает драться Красный Лингов Сливает Нужно в базу Завести Чтобы уже Танковали Пушки Фиолетовый Не может Продавить Конечно Здесь Красный Сразу Подгрызает Пушку Пытается Фиолетовый Что-то сделать Пушка Очень хорошо Долго Строится Пушка Достроилась Немножечко Дэмэджа Дала Оппоненту Ну Прям Не дико Сильно Здесь Продолжают Строиться Ринги 14 Лимит На 15 Фактически Еще Одну Санку Ставят Не Санку Здесь Форку Уже Надо В тугую Ставить Его оппонента Мы же Муталиски Сейчас Выйдут И Все Начинает Немнож Выбивать Спорку Кстати Ставит Здесь Музыка Начинает Выбивать Здесь Санка Будет Готова Поэтому Бояться Нечего Санка Спорку Заберет Дэмэдж У нее Гигантская Немнож Припоя Здесь Муталис Начинает Оверов Гонять Начинает Все Гонять Короче Гидвежечка Сейчас Предатор В нюх И жизни Просто Выигрывала 40 Дэмэджи По зданиям Не понял Почему БВ А Почему В названии БВ Ну Рудуар Старкрафт Рудуар Там И БВ Как Еще Так Ну Я не знаю Там По-моему Два Или Три Бо-три Осталось Еще Сейчас Мы Досмотрим Сегодняшний Так Да Три Бо-три Осталось У нас Все Мы Посмотрим Поехали И Репки Которые Отобрал Кончатся Будем ждать Четвертой Недели Отборочных Погнали Dragon Payne Против Преди Такой Чех По-моему Из Чехии Игрок Если Они Память Не изменяют Не изменяют Недели 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 Три Три Привет! Если ты про ВЦС, как и вчера, точно так же отборочные начинаются в 20.00. Я стрим начну где-то, наверное, в 7 часов. Так, первый StarCraft я отстримлю сейчас после Старлиги, а там я, наверное, часик поиграю в ФП, скорее всего. Так, в Nexus просто пытается выйти. Не, ну Nexus имел место быть с тираном, первый билд такой, но тиран очень жестко может напрягать его. Да, Nexus-барак, газ нужно пилить. Идет пледи в разведку, не находит где живет. Кстати, Протс Кросс идет разведывать. Обратите внимание, вот он как шел. Кросс не разведал. Тиран заходит, не понимая, где вообще живет Протс. Вот то, что тиран... Смотрите, кстати, вот сейчас был прикол, вы видели вижен Марика? Это баг такой. На рампе в определенной позиции было место, куда ставишь юнит, и у него рейндж как у ослепленного становится единичка просто. Вот здесь, где перелом рампы и нормальной поверхности идет примерно. Вспоминаю я все эти темы такие. Не за что, Телф, приходи смотреть. Я надеюсь, что в игры получится попадать, как и вчера, хотя, например, я ни хрена не официальный. На, не знаю, какая-то ситуация решится. Решится ли вообще когда-нибудь, что в СНГ Старкрафт может вздохнуть с облегчением, чтобы не будет какого-то дерьма, типа там какие-то шараги, не дают стримить права, там все дела, как бы, а в итоге ничего не происходит. Ну, вчера получалось попадать, на самом деле, и все нормально. Так, через пять зелков прямо нектус. Ну, через пять зелков это перебор абсолютно, я считаю. Ну, через три зелка обычно раньше, я помню, нектус забирался. Почему? Потому что дракуны нужны побыстрее, и трех зелков вполне достаточно. Хотя я через пять варианты были. Вот, поздняя кибернетика у меня по таймингу. Просто здесь уже, если бы тиран видел, что происходит раньше, в ультурами можно было бы пробрить. Хорошо, сейчас дракун, на самом деле, встречает КСМ-ку преди, забирает ее легко. И зелки пошли в атаку еще. Посмотрите, здесь пять мариков стоят. Сейчас пятью зелками еще пять зелков против этих мариков танка, они вообще могут убить просто тирана. Просто убить, вот если он так сейчас пойдет. Этот выход КСМ-ки, маленький танк, он стандартный, в принципе. Плюс еще дракуны потом пойдут. Так, зелки заходят, три штуки, два где-то сзади там идут. Нормально так зелки начинают просто ломать, как боксеры просто в первом Старкрафте. Заходят дальше, тиран в итоге, посмотрите, тиран должен Протса пушить Нексус до барака. Но Протс приходит и сам тирана решил поломать сейчас. Ну посмотрим, КСМ-ки не дают зелкам пройти. Здесь уже просто, конечно, отдаются, тупят маленько. КСМ-ка минус, раз. Зелки мариков прессуют, марики отдаются. Можно рабочих попытаться забрать. Они пилят зелков, ты что-то тупишь, что-то там. Все, запилил всех зелков. Ну, два марика осталось, два драгона уже вперед бежит. По-рабочему у тирана 24, здесь 27 пробок, но там-то два Нексуса. Так, драгонами решил заступить, ошибка нужно было встречать, конечно. Даже без ранджа нужно было встречать, иначе сейчас тирану просто минки есть. Вот он наставит прямо здесь минок, сделает Сиджи, в итоге может с одной базы даже пропушить Протса. Так, минку видит Протса. Получает минкой удар просто по драгону. Мы сейчас драгона можем потерять. Уже две вультурки здесь. И что преди? Сейчас можно и ЦЦ-шку ставить, и в такту вторую добавлять, и пытаться выйти, в общем-то, еще и здесь заблочить. Так, идет дальше. Вультурка есть, прямо с минками. Прямо подпустил Протс, но до игры ошибка. Зелков отдал, драгонами нужно тоже было встречать где-то вдали оппонента. Так, четыре драгона есть, нужно драгону подводить. Рабочие пошли, пытаются танк заблочить, танк заблочить. Не получилось. На минке сейчас взорвешь рабов своих. Не, не взорвал ничего пока. Ну, слава богу. Рейндж что у нас там? Рейндж готов вообще? Не знаю, готов ли рейндж. Протс боится чего-то, танк мог забрать. Ну, да, рейндж готов, все в порядке. Здесь нужно разминировать драгонами. Как? Одного подводишь и назад отводишь, я уже об этом говорил. И, возможно, минку убиваешь. Так, заходит драгон, взрывает все. Ну, вот Протс... Не, ну, такое разминирование, это просто фейл. Если в Пиддилпредди мог бы убивать бы сейчас, по сути дела. По лимиту отстает пока, но вот Протс выжил и 4 барака работает. То есть, тиран не будет дальше поджимать, то будет беда для тирана. Здесь одна, потому что факта, Старпорт. Так, ну все, Протс выжил. Вот, видимо, тиран был невнимательный, не видел, как последние две мины его минуснули просто трех драгонов, а один вот он остался на 20 хп. То есть, приезжает танк, просто пиу делает, минус драгон, и ничего в Ротсе не остается, и можно пушить, продолжать с одной фактой. Прошу правила. И то, правда, видите. Ну, что, я не вру. В Старкрафте в первом, как бы, побольше второго еще. Понимаю даже, потому что... Ладно, Вол там в Ходсе уже... Ну, в Ходсе, понятно, играл сам еще много, но вот в тот же лот пока не так уж много катал я. Ну, там все предельно ясно, на самом деле, но некоторые моменты нужно все-таки чувствовать, самому играть. Так, фактори добавляют у нас спреди сейчас. Здесь у нас танки стоят на второй базе, стеночка есть такая небольшая факторка. Третья только строится, здесь у нас депошки добавляются. Вижу дропшип. Для чего он? Ну, для того, чтобы дропаться, конечно. Тут других вариантов и нет. Минку одну убил драгунами. Еще одна минка здесь есть. Успела ударить сейчас. Ну, то если драгуны близко слишком идутся... Еще сплэш у минки, посмотрите какой. Вот в этого попал, а этим он еще поляк сняла. То есть там еще уровней демеджа сколько? Этому полей 30 сняла, этому меньше. Точнее, этому полей 50 сняла, этому 30 где-то или 20, нет, 30. 4 вультура, дропчик летит. Если на мейн этот дроп залетит, ой, как протасу будет тяжело. Так, заметил дропчик, походу. То есть, если бы сейчас эти драгуны не зашли, просто 4 вультура... 4 вультура, это 12 минок. Элегантно. Минируем рампу и протас заходит, теряет все просто в итоге. Так, минки пошли. Протас ждал, хорошо ждал. Хорошая оборона. Третий Нексус тоже сейчас будет заказывать. Что-то втыкает ресурсы в пище будет. Пилонов мало. Нексус долго строил. Ну что, протас стабилизировал. Здесь дарков для дропа делать, насколько я понимаю. Нужно больше бараков. Нужно сейчас делать мувзил камы. Я не знаю, готов он или нет, наверное, еще пока нет. И уже в арбитеров выходит. Ну, в принципе, протас нормально. Более-менее все здесь пилончиков добавляет. Нужно сразу еще один ставить. Приди 77 лимита. Факторей 5. Я помню Приди. Я с ним много очень играл еще в первый Старкрафт. Он никогда раньше таким прям сильным не был. Ну, неплохой средний игрок был такой. Его сила была не макро, а вот именно тайминговые пуши. У него АПМ под 3 сотки. Да, так и есть. И он четко контролил, очень умел вультурками драгонов там обминировать. То есть, какие-то ошибки мог наказать. Но чуть дольше, если там с ним играешь, то там не ахти как-то. Ну, то есть, и макро там у него не особо. Вот двухбазовые темы, какие-то пуши хорошие у него получались. Сейчас я вижу тайминг 100 лимита на 1, ну, к 11 минуте. В принципе, неплохо. То есть, можно выйти. Прот, смотрите. Прот карту не контролит вообще. То есть, минками тирана это прекрасно виден. Стоит, что-то ждет. Непонятно чего. Да, будет, может, даже если Арбитр, но он ничто не изменит особо. Здесь у нас плюс 2 барака добавляется. Будет 6 скоро. Драгонов очень много строят. Но Драгоним, чтобы нормально подраться, им позицию нужно занять для начала. Так, здесь у нас летает Шаттл. Скан есть. Здесь Дарки летают, кстати говоря. Сейчас в преде не пойму, когда будет он выход делать сейчас или нет. Улетает Шаттл. Может, депошки подхарасить Дарками. Просто, да, как во втором Старкрафте. Депошку убьем. Приехал тиран, скан пошел, сажаем. Ну, контролю просто. Ну, одного сконтролил, засадил. Нужно двух успевать было засадить. Просто после скана опять дропаем, убиваем. То есть, это стандартный развод такой же, как и во втором Старкрафте. Здесь Нексус что-то готов, не слишком рано переводится, рабочие. Выход-то будет вообще, я что-то понимаю. Соплай-блоки постоянные. Тут научные судна какие-то преди собираются добавлять. С СС-шки в третий нет. То есть, вот сидит, допускает свой тайминг. Реально. Ему нужно на сотки лимита было выходить вот тогда на 10.40. Дождался еще минуту, чем-то ждет. Просто быстрее отстраивается. Конечно, ему на руку сейчас время. Фатоночки добавляют, тут рабочих, чтобы слишком уж ультурки не воевали. Да, здесь две можно даже фатоночки добавить, я думаю. Здесь и вот здесь вот на пилончиках, знаете. Танки выдвигают. 121-150. Танки в сич. Нужно двигаться вперед. Сейчас минируют ультурки. Ультура танки на 120 пойдет преди. Сейчас вперед будет к пропусу пытаться поджать. Ну, 120-150. Тиран при правильном контроле легко может развалить. Тем более, здесь зилков мало очень. Позиция в скалу просто не актив. Танки в сич. Будет просто наломаться. Ошибка. Танки в сич. Ну, хотя как ошибка. Вот сейчас сплетанулись драгуны. Нужно танки все засичить. Не знаю. Хотя даже так, блин, смотрю. Неплохо разбирает. Арбитр вовремя полетел. Скан пошел. Со сканом тиран. Вот ошибка, что танки в сич все не поставил. Ну, и что они едут без сича здесь? В итоге разваливает просто тирана. Здесь еще дарк дропается в итоге. На минки сейчас упадет. Ну, минки дарка ликвидируют. Отступает преди. Похоже, все-таки 0-1. Протас выдержал с арбитром. Отогнал оппонент. 134. Так, здесь по минкам бегает на муве. Отогнал тирана. Лимита больше. Бараков уже 8 штук работает. Хорошее количество арбитра строится. Рекол делается. Так. Не знаю, сделали стазис у нас Dragon Pain. Вот этот вот товарищ. Видимо, да, если рекол такой поздний. Гарс на третьей базе пошел. Третью ЦЦ-шку пытается. Провалил пуша третью ЦЦ-шку. Ну, если получится, конечно, отстроить, может, что-то еще и прокатит. ЕМП пытается сделать. То есть, если даст просто тирану развиться, как-то лимит побольше отстроить, может, что-то будет. Они минируют здесь от рекулов. Но минируют здесь, а туреть так нет. То есть, можно спокойно дальше пролететь. Вот сюда, прямо в ЦЦ-шку. Или вот сюда на рампу. Или вот сюда рекол сделать. Или прямо между факторями. Так, просто четвертый нет. Тиран пытается здесь обминировать. Хорошо просто контролит. Не дает заминировать. Здесь врыв идет. Здесь потомка есть. Все в порядке. А, здесь двумя танками, кстати. Врыв идет. Куда он пойдет-то? Так, зелки вниз пошли сейчас с дрягунами. Культуры есть. Минок не так много. Но ставят, тем не менее, тиран. Просто умудряется убивать. Минки на муве. Два танка на мэне, оказывается. Ну, рабочих убивает несколько штук сейчас. Но это ничего не дает. 50. Здесь 6 пробок. Здесь 47 ксм. Четвертый. Четвертый Нексус живет. Везде у просто обороны. С арбитером. Тем более, здесь вообще замечательно. Арбитр, кстати, зданий не скрывал. Только юнитов в первом Старкрафте. В отличие от Мазеркора. Того же, который здания закрывает даже. Есть минки. Есть пробка. Поехала еще одна. Просто сейчас я раскачаю четвертую базу. Лимит хороший. Плюс один сделал. Да. Но что-то сколько игр не смотрю, все грейды очень слабенько делают. Очень нечетко. С грейдами лучше не шутить. Потому что если тиран даже с двух баз сидел бы, делал грейды, вот было бы у него сейчас 2-1 хотя бы, то он мог бы просто вот такого просто развалить. 140 лимитов, 190. У него 130 уже есть. А может быть и 200 будет. Минус Апсервер. Ну, Фродс, конечно же, будет пытаться не давать третью занятию. Но через вот этот проход сюда ломится на тирана. Смысла вообще никого нет. Проще вот сюда зайти и в лоб его убить. Тем более Апсервер висит и все видит прекрасно. Просто что происходит. 200 в 140 по лимиту. Есть и рекол. Есть и стазис, наверное, у Продса. Я не знаю, есть ли стазис. Вторую форжу добавлять. Молодец. Энергию арбитром делает. Три уже арбитра здесь есть. Нужно просто зайти сейчас и убить через Аклик. Можно зайти и рекольнуть часть юнитов. Да как угодно. Продс пошел. Не, мне нравится, как этот Продс играет. Хорошо играет, я вам скажу. Так, стазис есть, конечно же. Танки в стазисе. Три штучки. Заходят дальше. Здесь на рампе стазис. Можно вот прям на рампу вот этих юнитов. Тилков прям рекольнуть. Я не знаю, я любил такое дело делать. Не, решил заморозить. Ну, как вариант, тоже, смотрите, все юниты замерзли. В принципе, зелки придут, зато здесь и замерзли. Только арбитров с 200 энергии не надо на туалетах продавать. Не, выжил, все-таки зелки прикрыли. Судью своего заходят. Минусуют все. Здесь танк, естественно, развалится. Сверху прирост вообще не подводит. Фредди не берет. Зелки заходят все еще на рампу. Энергии 250. Стал играть, доделся. Смотрите, толкаться начали. Начался вот как с минералового рабочих. Смотрите, тупеж начался. Юниты толкаются. Можно было расталкивать в этом стазисе. Прикольный момент из первого Старкрафта. Прошу прощения. Так, танк распределся. Ну, арбитром, вот, знаете, прирост стоит. Вместе с еще одним судьей просто можно рекольнуть спокойно абсолютно. И все будет нормально. Ну, крот только второго убил. Решил откупить сейчас 160 на 104 по лимиту. Форжа только одна работает, вторая не работает. Рабочих 22 осталось. Ё-моё, Бредди тут бомжует. Выход последней надежды пошел. 102 лимита против 183. Еще в Грэйды бы делал. Два Старгита уже работает. Там арбитр из двух Старгитов. Лимита достаточно много. Заходит четвертую прессовать. Ну, и сейчас позиция неплохая для того, чтобы тирана отсюда прогнать. Все, пошла атака. Берет все в итоге. И с мейна, и здесь сделки заходят. И МП кидается, но не попадает. Стазис пошел. Ой, четыре танка заблочено. Падает все вообще в хлам. Просто, брод, гранит оппонента своего сейчас. Просто в хлам. Две атаки есть. ГГ, Бредди пишет. Здесь уже пятая Нектус добывается. Ну что, неплохо, неплохо. 19 минут. Хороший, хороший брод. Хорошо отыграл. Поехали, вторая игра. Продолжение следует. Ну что, вторая игра. Вот он просто не у Медузы. Давайте побольше поставим. Скорость. Продолжение следует. Ну что, здесь барак. Чуть-чуть мотну. Пакта пошла у Придди стандартно. Здесь Драгун Рейндж. Посмотрим, что далее будет. Ну, пилончик на хайграунде, чтобы никаких прывов не было. А может быть, даже с краю где-нибудь пилончик. Не знаю. Пилон поставил. И куда поехала пробка-то? Куда ты поехала? Драгуном встречает КСМ-ку. Не смог поймать. Одного выстрела не хватило. Ну, косячок контроля, конечно. Минус КСМ-ку. Минус КСМ-ку. 19 пробок. Здесь 19 КСМ-ок. Рабов строят оба хорошо. Здесь факта, в общем-то, марик, танк, 6 мариков танк-культурка с минками будет стандартно. Так, два драгунца пришли. Трейси подходит. Четвёртый троится. Робо пошло. Ну, Робо решил просто побыстрее как-то, видимо, сыграть с Робо. Начинается контроль. Рейндж-то готов. Да, рейндж готов. Сейчас с тремя драгунами можно будет кайтить. Это очень непросто было делать, но нужно, нужно. Пытается просто стрелять. В итоге сам дэмэш получает. Проблема драгунов, что они долго этот выстрел рожают. Пока они там... Поэтому и минки их хорошо убивают. Пока они замахнутся, выстрелят, проходит время. Танк же стреляет моментально практически. Так, вот. Всё, вот это уже четырьмя драгунами уже можно эффективнее гораздо всё делать. Только останавливаться не стоит. Зелка можно было бы и пораньше вывести, на самом деле. Ну, просто сейчас криво её дали. Дальше криво всё стал делать. Вместо того, чтобы зелком минки расчистить, зелка отдал. Драгуна стояли. Зелком как раз нужно было обеспечить драгуном от минки. В общем-то уходит. Фокус танка был сейчас. В итоге не дофокусил. Всё-таки догнал. Приди вообще непонятно, что делает. Отдал весь выход в хлам. Тираны как бы, да, этот выход частенько отдавали. Но потом-то как бы ЦС-шка строилась. Минки здесь были, всё нормально было. Но в этот раз как-то, по-моему, не очень-то удачно всё происходит. Ещё один драгун заказан. Зелка отменил. Ещё драгуна заказал. Двух зелков уже не будет. Конечно, идеальный дроп два зелка ривер. Но можно драгун ривер, в принципе, запилить. Некто заказывает протас сейчас в догонку. И обсервер после всего этого дела, чтобы очистить от мин. Тирана нечем вообще риверка встретить. Тиран аж сразу две ЦС-шки запиливает. Эднагловато, мягко говоря, действует. Драгун ривер летят, да. В ней вижена. Ну, вот сюда куда-нибудь подлетать, к мэну. Ну, драгун ривер зато хорошо, в принципе, против всяких вультурок, как бы, можно сбить в райта, если, допустим, и был бы Старфор, да, и пытался бы тиран сбить шаттл, да, там. Драгуна дропаешь, убиваешь в райта. Прилетает. Шаттл, куда ты прилетаешь-то? Так, здесь драгуна оставляет. Ривера правильно очень дропает. И не за минералы, чтобы патрон не тупил. Патрон-то в итоге и не тупит. Тиран уходит. Но вот сейчас патрон на минерал-вок, конечно, слабенько работает. Почему? Потому что он не догоняет тупо. Так, тут два танка. Вот рабочие едут. Куда ты полетел-то? Ё-моё. Сейчас можно в стэк было стрельнуть очень хорошо. Но прилетел зато на третью базу. Дропается. Атакует не понять, каких рабочих. И три подбревает еще. Можно в ультурку сбрить вместе с минкой. Так, танк сиджится. На танк прям можно дропнуться было бы. Попытаться убить. Летит к мейну сейчас. Здесь стэшку пытается отменить. Улетает ривером. Здесь у нас уже обсервер с драгуна... Прилетел. И драгуна приходит. Сейчас прот собирается шатать. Ну и, кстати, смотрите. Убивает минку. Бункер пробивает. Танки сиджатся, конечно. Но на второй базе проблемы у тирана уже большие. Достаточно-таки. Нужно дропнуть. Танк убил. Заходит драгун. И что он летает? Я не понимаю. Дропнет ривера под танк. Убей. Один танк упал. Сейчас и второй упадет. Можно было бы это без потерь практически сделать. Перехвалил я как-то просто. Ну, чего сейчас ожидать? Старграфы столько не играют. Уровень уже далеко не как раньше. Так, здесь драгун заходит. Здесь надо на танк прям дропнуться и все. Так, риверка нужно дропнуть. На танк. Сейчас он погибнет. Что-то летает, летает, что-то летает. Хрен поймёт. Так, один танк далеки. Этот танк не погиб. Мог убить просто. Вот сейчас контролил бы получше чуток. Мог бы убить. Но контролил не аптика. СМ-ка чуть ривера не запилила сейчас. Бывает и такое. Здесь минки есть. На минке лучше не дропаться. Конечно. Ну, по лимиту ситуация по экономике замечательная. Так и так. Вместе с КСМ-кой убивает. Вультуру сейчас за один залп фротас. Здесь рабочие стоят. Ну, варака четыре. Третий Нексус готов. Экономика хорошая. Ну, всё. Риверов подстраивает. Даже если сейчас отдаст этого, можно забрать новенького взять. Так, минку выбил. Нет, нет. Танк где-то вдалеке. Вообще рабочих не охраняет. Ривера запилили. СМ-ы наглудцы. Патрон не попал в итоге. Нет, зарядов он не ждал. Заряды строятся очень быстро, моментально практически. Он тупил с контролем вот здесь вот, когда летал. Либо он заряды не заказал в тупую. Сам, может быть, тоже. Но если бы он не заказал бы, он не видел бы этого. И дропал бы его, и понимал бы, что нет. А он даже не дропал. Когда драгуны пришли, бункер убили. Этим ривером нужно было убить один танк другим драгуном, а просто контролить. В итоге два танка атаковали. Но это было глупо со стороны процесса. Причём можно было один танк подрезать. Здесь один стоял, здесь другой. То есть драгуну атаковали вверх. Ривер здесь над вторым летал. Дропаешь под танк, чтобы он не атаковал. Патроном стреляешь в этот танк. Вместе с драгунами его убиваешь. Драгунами смещаешься вот сюда. Их никто не атакует. А ривером просто убиваешь этот танк. Всё как бы. Ну, это я понимаю, что так нужно сделать элементарным. Ну, здесь продолжается харас. Что-то у тирана совсем беда везде. Танк подрезал. Дропается в минеральную линию. Здесь есть, что наподрезать. Так, танки есть. Вультурки возвращаются. Ривер летает. Покою всю игру не даёт. Ещё надо рабов успевать назад направлять в такой ситуации. Хараса. Вроде такого количества вультуров. Неплохо. Дал сейчас. Вультуру. Патрон хорошо прошёл. Здесь есть минки. Видит просто, где минки находятся. Так, что вне минок дропается. Ой-ой-ой, какие взрывы. Не, ну просто красавец. Тиран-то в трупах, конечно. Я говорю, преди и раньше-то сильным не был. Но ему уже лет, наверное, я не знаю, сколько преди. Тридцатник-то есть, скорее всего, если не больше. Наверное, он и не тренится, особо фуфан играет. Тридцатник-то есть, скорее всего. 116 на... Так, бараки добавляются. Пока просто одних драгунов строят. Но видно, что перестраховывают именно драгунами. Ну, две пачки драгунов иметь на этой карте хорошо. То есть нужно два направленно. Нужно сюда контролить и центр контролить. Просто двумя пачками позицию правильную занимать. И всё. Плюс два барака добавляется. Здесь выход, естественно... А, ещё плюс два, восемь будет. Выход в арбитеров идёт при этом всём. Рабочих нужно направлять. Здесь три стоят. Здесь два. Здесь четыре. То есть просто девять рабов стоят, не добывают. Выход от преди пошёл. Решил он, что других вариантов нет. Нужно драгунов выводить, иначе может быть плохо. Мув зелкам не делается, насколько я понимаю. Здесь без мув можно отбиваться. То есть можно просто в шаттл брать. Четыре дилка, либо ривера дилков. Так, вышел просто. Понимает, что лезть ему смысла пока нету. Вперёд. Нужно минки выбить сейчас для начала. Преди собирается дальше. Да, ломится. Да, собрался ломиться дальше. Приверку можно сейчас в узбурок пробрить какой-то отсюда, что сейчас просто делает. Драгунов столько, что даже без зелков танки просто пробревает. Что сейчас просто нужно делать, чтобы потери минимизировать? Ему нужно по одному драгуну вперёд выводить, чтобы он танковал. И тогда тирану придётся фокус делать драгунов. Либо они на автомате будут стрелять туда. 2-0. Так, пошла дымка, ребят. Сейчас я отойду. Хочется. Ступ за лет. Маленечко мне чая напился. Ну, посмотрите пока, как тиран развивается. Баку Руй против Радек КДВ. Не знаю, что за игроки. В общем, сейчас я верну. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. DimaTorzok, привет! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, зерк-тиран, макро-хата пошла. Радек КДВ, Баку Руй. Я не знаю, кто такой. Баку Руй, зерк, Радек Тиран. ЦЦ-шку ставит ДП-шка, третья пошла там. Машин, спасибо тебе. Будет задонатить. Спасибо, что смотришь так и так. Ну что, КСМ-ку запрессовал сейчас, Линк. Дронов 15, здесь 20 ССВ-шек. Начинается добыча у Тирана. Инженерка, стройствующая через ранее плюс один сыграл. Посмотрим. ТВЗ хороший, я давно бы хотел посмотреть. Но надо корейца смотреть, конечно, почаще. Ну, вы сообщайте мне, когда там финалы каких-то корейских лиг по первому Старкрафту. Какие-нибудь важные матчи будем стараться смотреть. Может, даже и группы. Просто если со вторым Старкрафтом совпадать, конечно, будет с чем-то. Там типа ГСЛ, а Старлиги я не буду, естественно, стримить. Если совпадать не будет, то почему бы и нет. Видел, что завтра там что-то будет. Но завтра и ГСЛ еще будет, так что. Так. Так, лейер заказан. Газ на второй базе. 21 дрон. Дронов все больше и больше. Видите, у нас 6 мариков. Барак добавляется. Строится Академия. Сейчас пристройки пойдут к командникам для просветочки. Сейчас стимпак будет заказан. Еще барак ставить. Можно уже на второй базе Тирану газ ставить. Потому что газ понадобится сейчас. И рейндж-мариком делать. Хотя в первом Старкрафте был рейндж-мариком. То есть у них так вот 5, а с рейнджом 6, по-моему. Как-то так вот и по цифрам. Здесь санки 3 штуки зерк ставят. Что, спайр у нас будет? Лейер готов. Не видно пока ничего. Марики приходят. Это ошибка была сейчас. Очень большая. Минус 2 марика. На санки попал просто. Причем у лингов муф. Если было бы больше лингов, минус еще и остальные были бы. Да, спайр пошел на мэне. Плюс еще 2 барака пошло. Стимпак делается. Вот я вижу, судя по тому, что делает тиран у андроида. Так, ну тут я не знаю. Тайминги, конечно, не андроидовские будут по-любому. Но была такая тема. Прожимать зерга просто до готовности спайров, до готовности люры. Особенно, если зерк с макро хаты играет. Бывает сверх ранний лейер с очень ранним спайром. Там с 2 бас контролем. В стиле джулай зерга. Но это другой совсем билд. Здесь просто заказ будет 9-10 муталисков сразу идти. И третью хату будет зерга здесь. Здесь на респах, наверное, ставить. Плюс люрой потом в лощадь. Ну и что, ну, третью с тираном здесь ставить смысла нет никакого. С протсом есть. Да, пошел выход сейчас с мариками. Рейндж заказом. Плюс атака тоже к тому моменту, как тиран придет к санкам зерга, будет готов. И, смотрите, зерк вообще не готовится встречать. Сейчас вот у него мута заказана. Если рандомута еще про атакует, вообще беда будет. Хотя ему нечем фактически атаковать 3 санки. У него 2 огневика плюс марики без рейнджа. Да нет. Так, ну нужно простимпатчиться. Простимпатчиться, пошел в атаку. Ну, то, что заранее простимпатчиться и полечиться нужно, он знает. А то, что нужно медиков подставить под санки, он не знает. Так, огневики к рабочим. Вот он фарьбат, тут начинает сжог. Остальник тоже сжог. Это а-ля хелбат во втором Старкрафте. Но, конечно, не такой жог. Так. Как припал в описании. Да. Ну что, минус турецка. Начинает тэк шатать. Отдался тирану, и теперь у него проблемы серьезные. Имеет тузарька хороший. Со стэком очень неплохо контролить сейчас. Оп, 2 амуталиска. Только сказал сразу 2 амуталиска потери. 2 амуталиска терять нельзя. 34 ССВ-шки. Здесь 29 дронов. Ха тогда на респе. Обычно сюда гидру сразу две штуки приводили. Вот она, туда я пошла. И как только грейд на люру был готов, заказывали 2 люра на рампе. Здесь в хайф еще, кстати, выход идет. Так, заказ большой. Научное судно нужно тирану обязательно. Армор заказан. Как-то поздно армор заказан. Вижу 2, а даже 4 раза арморфит в этом направлении. Нужно дронов заказывать вот сюда, на респе переводить какое-то количество. Скиллы медикам. А какие скиллы там изучать? Там. Ну, было, да. Все скиллы я видел в играх официальных, но это очень редко было. Там ослепление есть у медиков и восстановление. Редко применимые скиллы, но иногда делались. Например, восстановление от паразитов зерговских помогало. Только можно, если чуму на тебя кинули, например, сразу восстановить всех. Но если на био чуму кидали, там, так, случайно своего марика застрелил. Отморозки? Что тут сказать? Так, обходит Люру сейчас. Пошел на зерга, зерк на стопе Люру держит. Атакует, Люра начинает. Ну, тиран, кстати, отступил, еще более-менее подрался. Еще зерк на своем стопе сам отдался в итоге. Что самое смешное. Тиран еще тут наразваливал. Это ослепление кидали не на Люру. Самое такое скилловое. Ну, это со временем боксера еще козлабенько играли было. Ну, относительно того скилла, что был потом уже. Но это всегда применялось в редком количестве игр. Кидали ослепление, вот когда Протс уже выходил в карьеров и в самый такой лейт воздушный против тирана. Медики кидали, например, ну, либо тогда боксер применил, либо просто в райтами обсерверы фокусили со сканом, либо медики их ослепляли просто и в райтами все сбривали. Проще фокуснуть самими в райтами, на самом деле. Нидус сюда пошел. Сейчас Нидус переведет. В итоге зерк уже сейчас хаев готов. То есть, уже сейчас будут инфесторы делаться. Да, инфесторы, простите, инфесторы. Конечно же, дефайлеры. Дефайлеры очень опасные, ребята. До еды 1-1 заказаны. Спасибо, Бигжаб. Помню, Дримхак. Хорошая фотка. Надеюсь, будут еще турниры проводить. Тиран идет, кстати, прессовать танками. Бесиджа сейчас прогоняет Люру. Рейндж у танков Бесиджа больше, чем у Люры в первом Старкрафте, в отличие от второго. Кстати, Люра как-то мне вот такая побрутальная она в первом Старкрафте, чем во втором. Нравится мне. Но подходит сюда. Но здесь-то уже дефайлер первый готов. Просто жрать сейчас лингов. И пожирания нет. Грейт на пожирание, конечно, должен доделаться. Темная стая есть сразу на автомате. Вот пожирания нету, нифига. Пытается Нидус тиран выбить. Фокусит именно Нидус. Люра подходит. Все, пожирание готово. Копается Люра. Темная стая пошла. Все, до свидания. Дальше ничего не сделать будет. Не продавить. Зерк готовит урыв еще в спину. Заходит в спину. Люра копается. В окружение попадают. Стос. Спасите нас. Мы попали в окружение. Но нет. Зерки все пожирают. Хороший зерк. Мне нравится. Четко достаточно отыгрывает. Только 5 мариков на стиме плюс медик успевают убежать сейчас из этого, из этой жести зерговской. Ну, тиран тут что? Тиран... А, свитч. Это не свитч, это добавление вультурок и минок для того, чтобы отбиться как раз от темной стая. Минки хорошо помогают. Ну что, пошел зерк вперед. Ну, зерк-то ждать не будет особо. Хотя, если... Так, вот, дефайлер здесь один есть. Здесь вообще дефайлер нет. Нужно делать облучение на мучному судну. Это такой спил, как ЕМП против Топса. У них есть облучение. Оно подобно... Вот оно, пошло облучение. Вот люры погибают. Один и еще один. Вот этот вот. Оно подобно... Просто они закопаны. Оно подобно вайперовскому скилу сейчас по воздуху, который в Лотвии есть. Но немножечко с другим принципом. Он и по воздуху, и по земле ставится, и наносит сплэшем дэмэдж. Если рядом с этим юнитом кто-то есть, то есть он просто заражен этой темой. И, как бы, если рядом с ним бежишь, то дэмэдж получаешь. Если он погибнет, то беда. Также научными суднами, чтобы рабочих харасить, например, делали как? Есть дефайлер. Можно было поставить матрицу. Ну, если энергия есть, матрицу ставим друг на друга. И, если это необходимо, можно и без матрицы было просто-напросто так попадать в корж. Можно было просто друг на друга кинуть одним на другое. Эту штуку улетать сверху юнитов просто как утюгом. Жарить просто самими научными суднами. Так, обходит тиран в спину. Контролит, чтобы зерк не мог дальше пройти. 76 зерка, 120 тирана. Третью цц-шку занимает. Нужно больше минок ставить на лоу-граунде, на хай-граунде. Но пока тиран достаточно четко отбивается. Но зерк тоже база занимает. Молодец. Гудли тиран вперед идти. Сканс здесь один всего люркер. Так, ультуры поехали. Одна минка есть. Сзади ставят минку. За спиной люры. Здесь две миночки есть. Нужно больше научных суден. Даже двух старпортов строили их обычно. Ну, четыре факты. Факты-то фактами, но биогрейды делаются вообще. А, уже в мех перешел. Уже вообще в мех чисто тиран перешел. Ну, надо, значит, мариков не отдавать. Очень правильно дефайлеров сейчас облучает. Это самый ценный юнит. У зерка всегда и по газу, и по полезности, и по эффективности. Так, прилетаю. Тут сейчас 75 энергии будет. Будет облучение. Нужно облучать вот этого товарища. Вот эта хрень оранжевая 40 секунд стоит, поэтому, пока она стоит, ничего и не сделает. Так, двойной дропчик полетел на мейн. Прям один в матрице летит. Так, успел гробнуть. Двух мариков, еще одно. Один дроп прилетает. Марики без медиков сейчас. То есть, сильно много дэмэджа-то и не нанесут, собственно говоря. Приходит фокус. Вот если фоготь получится отменить, ну, надо здание было покустить. Так, марики выжили. Здесь рабочие еще подбревают. Не, ну, где первый раз использовали эти фишки, то найти, спеши, перебор. Тиран заходит, кстати. Пытался Люру сейчас забрить на контроле. И, кстати, даже если б не дефайлер, он бы забрел Болюру эту, на самом деле. Еще одна темная стая пошла до смерти этого дефайлера. Ну, пока постоит, здесь все в безопасности. Зерк пятую уже ставит. Вот зерк 100 лимита, а тиран ему на 140 сделать ничего не может из-за вот этой темной стаи. Вот сейчас переход в мех идет в ультуры танки. Ну, нужно гляфа больше добавлять. Я не знаю, почему в мех так любят переходить. Тираны, по-моему, в Био играл бы, да играл. Ну, мехом проще, конечно, контролить, хотя тоже контроля немерено. Просто Био – это нужно судно, постоянно научное обучение, там сплиты, с Люрой битвы – это тяжело очень. Так, гультура минуснула, Люра. Снизу четвертый чуть не добывается, нужно уводить. Ну, уже здесь плеток пару, и Люру спрятать за них, наверное. Тиран четвертый отжирает сейчас. В центр вышел. Узерга 110. Так, вижу, энергия дефайдером делается. Энергия – это хорошо, конечно. Когти продолжают делаться. 2-2 уже линги. Ой-ой-ой. Здесь тоже 2-2. И третья атака заказана. Уже мех достаточно сильный. Пока затишь, небольшую перемотку сделаю, потому что... Если игра 40 минут идет, то как бы нужно передохнуть перед ВЦС. Немножечко мне будет все-таки. Так, здесь дробь и вультура идут. Здесь тоже вультура. Скорость немножко снижаю. Ну, линги вультура ожидали. Минус вультура. Минус мины. Все в порядке. Здесь тоже чуть нихрена не получилось. Так, четвертая цешка в уночку добывается. Какие-то туретки здесь делать. Надо мин больше ставить. Так, здесь малики законтроливают. Вультура приезжает, все встречает, принимает. Да мин больше, что-то мало. Тиран минирует. Мин смешное количество. Вультуру просто миллиард. Выставляй всеми везде. Просто вот здесь минируй максимум. Здесь максимум. Здесь. Это постоянно должно производиться. Это минирование. Бараки уже используются для контроля карты. Вот Скоржей не сконтролил. Зерг случайно врезался. Бараку пофиг. Да-да, Тирану пофиг, если Барак погибнет. 54 дрона. 136 лимита Зерга. Пятая уже база газ добывается. Шестая есть. Так, подходит Тиран. Танки в Сиджит. Ну, кстати, темная стая та же. Она и против меха неплохо работает. Еще танки подлетают. О-о-о-о. Так, гляху достаточно много. Кстати, сплэшем танк. Единственное, чем сейчас попадает по люре. Вот сейчас от сплэша люра погибла. Но один выжил. Нужно срочно кинуть облучение, чтобы люра этого забреть. Это ошибка. Тиран облучение кидает. Наконец-то кинулся. В итоге два танка теряет. Это нафиг не нужно было. Ну, Зерга, кто не выйти лингами сюда? Что он сюда вышел? Конечно, 2-2 юниты. Мех вообще развалит. Но вот еще Дефайлер ставит темные стаи. Линги погибают от сплэша танков. Выдвигается еще прирост. Так, факторей. Семь штук уже становится неплохо. 3-3 грейды делают. Сейчас 3-2 будет уже мех. Это очень серьезная. Так, ультралы полезли уже. Ультралы. Так, 2-2 грейды. Ультралы сейчас отобьют все это дело. Достаточно легко. Хотя танки демиджа много наносят. Люра накопался. Люра не убить. Вот облучение пошло. Ультрала 400 хп. Облучение где-то 250 снимает хп, по-моему. Да, по-моему, 250 ровно. И ультрал не убивается с первого раза. То есть он такой полудохлый. Остается на 150. Ультралов реально много. Но против меха ультралы, насколько я помню, так прям дико вообще не решали. 3-3 зерк. А, сделал уже 3-3. Все, 5-3. Максимальные у зерка грейды. У тирана тоже 3-2. ССЖ здесь есть. Хорошая игра такая. Рабочие, правда. Тупят, не направляются везде. Но до заказа есть. В центре тиран ходит, контролит. Пытается напрягать. У зерка 174. У тирана 186 по лимиту. Сверху ультра. Так, сверху ультра. Здесь у нас оборону стационарную делает. Линги стоят. Тиран со второй базы быстро на 12. Может прирост подвести свой напряженный. Пошла атака. Вот ошибся эти. Хотя нет, здесь минок нету. Гру. Здесь нечего выставлять даже. Сейчас нужно больше минок выставлять. Больше научных суден. Смотрите, сколько энергии. Все. Ультралы, конечно, все разваливают. Но они во влучении. Но они будут, конечно же, погибать. Сверху их много как-то слишком. Здесь еще танки стоят. Танки принимают бой. Но ультра демеджены уже. Конечно, танки развалили. Прибегают линки. Здесь вот тоже без минок ультруски. Нужно подводить все вниз. Как-то прирост под тирана не ахти прям. Здесь минки две факты строят. Нужно танков. Больше танков гораздо делать. Потому что, да, Голиапа, хорошо культура. Но танки, они перестраховывают. Четко. По минам ультралы бегают. От мин демедж хорошие получают. Тут уже упал первый. Еще падают. Ой, какой демедж. Все вроде разобрали. Но минки... Блин, как больно этим ребятам от минок. Здесь сверху тиран пытается давить. 12, насколько я вижу. Здесь у нас что-то зашло. Отдалось. Я не понял, танк или что это заехало. Похоже на танк. Ультрал минус. Другие танки в Сидже. Голиапа наверх заходит. Пулингом залп. Пошли скан. Ядра спускается. Кстати, тиранжовых грыдов у зерга нет. Ошибка. Пробегает ультра. Ультры много реально. Прям зерк строит. Тиран успевает облучать. Все. Это очень неплохо. Облучение. Хорошо тиран кидает. Молодец. 130 зерга. 125 тирана. Здесь у нас два ультрала прессуют. Сейчас три часа. Каким-то образом. Ну, минки не выдержали. Смогли сюда дойти. Так. Успел минку сбрить. Ультрал с такими... С тремя атаками минку сбривает. Рабочих не всех отвел тиран. Нам вниз нарез. Поэтому два ультрала еще здесь дэмэджи нанесут. Суцешку поднимают. Здесь линги забегают. Это чисто разминирование такое идет биндами. 118 лимита. Ну, вот две пристройки всего. Танков больше нужно. Гораздо больше. Пошел грейд уже на воздушную атаку. Здесь у нас в ультуре пытаются заезжать. Что-то там харасить нужно минки выставлять. Скуп у кронов уйдет. Линги встречают. Минус в ультуру. Очень быстро. По центру церк здесь ходят. Оверы висят. Скоржи висят. Контролит центр. Так, здесь Голиаф что-то заблудился. Дефайлер ходит. Можно его сейчас тыр-тыр-тыр. Голиаф тыр-тыр-тыр. До дефайлера докопался сейчас сильно прямо-таки. Ну, линги прибежали. Бедный Голиаф. Минус Голиаф. 135 тирана. Тут что-то с одной факты точка сбора сбилась. Не понять почему. Здесь два ультрала стоят так и не выбитые в итоге. Вот научное судно пролетает. Возможно, они утюг хотят продемонстрировать вот здесь, вот на этой базе. Посмотрим. 157. Лимит запас ресурсов уже хороший. Да! Рановато что-то накинул на себя. Ну, этого достаточно будет. Так, рабочие пытаются уйти. Смотрите, вот как он действует. Вот друг на друга стоит, а он сплэшем. Дронов жгет вообще на ура просто. Даже с коржей можно улетать. С коржей, если он тупить будет, можно сжечь. Но тиран никуда не улетает, потому что с коржей не сгорели. Два научных судна отдал на этом врыве. 55 дронов осталось. Здесь у нас 52 ксм. С коржей летают по карте. Туретки, скажи, минусуют. Здесь еще два марика стоят. Да, факты уже слабыми. Здесь танки на респе строятся. Респ поджал тиран уже, это точно. Ну, я вижу, что зерку здесь не пробить, и тирану пока не выйти, в свою очередь, тоже. Нужно 200 лимита. Опять немножечко перемотаю, потому что затягивается игра. Но игра прям хорошая. Наконец-то вспомнил про двух ультралов, про эту базу, вообще не добытую нихрена, тиран. И начинает ее добывать. Тирану нужно на пяти этих базах стабильно закрепиться. Фокус. Так, хороший фокус сейчас был дефайлера. Закрепиться на этих базах и сделать выход в итоге. Постоянные сканы идут. Минки везде. Бараки до сих пор висят, зерк так и не сбил. Но у него нечем сбить мутки, нету. Здесь танки добавляются. В итоге у тирана просто группировка на две части разбита. О чём, мультуры минируют больше. Здесь налом от зерка пошёл. Ой, как он сейчас отдастся здесь на этих минках. На ксих или на тне. Хотя нет, посмотрите, дроп идёт. И дроп-то сильный такой идёт. Но здесь минок миллиард ультра бежит в кучу просто. Дэмэдж сплэш гигантский. Минки, ой-ой-ой, какой здесь фарш просто. Шкуры одни остаются от ультралисков. Падают ультралы. Танка 2. Один снизу танк выживает в итоге. И здесь пошли сейчас облучения. Снимает тиран танки, понимая, что нужно низ идти прикрывать. Зерк пробрался наверх, но недолго ему здесь бесчинствовать, свирепствовать. Сейчас прилетят научные судна. Приедет прирост. Там ультуры танки с мэйна. Линги, конечно, забегают. Но линги особо ничего не сделают. Хотя на 3-3 грейдах они просто разваливают. Маляки 1-1 из бункера. Они вообще ничего там не делают. Бедняги минус маляки. С адреналином линги просто нещадно их убивают. Все, танки приехали. Так, минка только дэмэджа больше танкам нанесла, чем 2 линга этих смешных убила. Смысла вообще в этом нету. Так, ультрал минус. Танки сиджатся. Зря так тиран сиджат. Надо часть наверх завести, по-моему. Что с приростом? Прирост есть. Все строится понемножечку. По воздуху как-то не усиливается тиран. Единственное, научные судна гибнут постоянно. 155, зерга 173. Потратил весь запас. На лом был так себе. Здесь базы не полностью добывается. Тиран-то рано или поздно выслит. Точнее, уже рано по отношению к этому моменту, как я сказал. Блин, хорошая игра такая. Хорошая. И уровень неплохой такой достаточный у игроков. И замес такой значительный, я бы сказал. Зерк дропщится даже. Единственное, что не понимаю дефайлеров. Зерк не добавляет. Почему Грейтер Спайр не хочет заказать? Чисто тут ультралами давит. Я, конечно, всё понимаю, но против меха не самый эффективный юнит. Не потому что слабый, а потому что цена-качество. Цена-эффективность, в общем-то, не самая лучшая. То есть, один ультрал 200-200 стоит. Так, складываются танки. Вот опять же, была бы тёмная стая. Минус все танки вообще без потерь. Папюшки были. Ну, тиран на муве отходит. Ошибка, теряйте танки. Да через атаку-то пошли. Они без Сиджа ультралов очень неплохо, я вам скажу, убивают. Зерк наломился наверх. Если тиран отдаёт этот резк, то это всё, ГГшечка. Кстати, здесь продакшна в нижних портах нет. А тиран резк-то отдаёт, кстати. Вот он прирост берёт. Пошёл вниз сейчас. Ну, и так лимита потерял очень много. Как он так танками криво здесь стоял? Забыл увезти после выбивания этой базы. Зерк на этом подловил. И вместо того, чтобы через оклик послать их, на муве уходил. Всё слил. Зерк ещё с двух сторон грамотно нужно подметить. Зашёл. Так, танки падают и падают. Падают сейчас коржи. Здесь, кстати, научное судно много оказалось. Достаточно. Все ультралы облучены. И обречены поэтому. Вон, только шкуры одни валяются. Кушать не надо. Радиации много. Ну, это на тиранах не глупые, да? Разберутся. КСМ-ок много здесь выжило. Так что две базы, в принципе, добычи осталось. Всё-таки тиран защитил внизу, и игра продолжается. У Зерга уже всё кончается понемножечку. У рабочих 67. Так, одна-единственная репка, блин, интереснее практически всего остального. Привет, мелкий као. Овер-минус. Ну что, продолжается здесь беготня. Вот, наконец-то, хоть начали появляться, опять же, дефайлили. По минкам побегал, заходит на три часа. Тиран не готов отбивать три часа. Он хоть минок бы для приличия здесь наставил, я не знаю. Так, пошёл... А, уже для... Да, чума, кстати. Вот, между прочим, чума и против Билы, против Меха единственное тяжело кидать чуму эту. Но против научных суден, если и до Меха попадает, в общем-то, чума. Она очень эффективна, потому что у тирана всё гореть начинает. И научные судна муталецками можно сбивать. Там печально очень. Очень печально голиафы также бьются с ультрой, если их прям не очень много. Сейчас вот голиафчик ещё подходит. Нужно на минку отвести. Чуминка-то не реагирует. Вот, наконец-то. Казалось, далеко где-то из-за минки достаточно легко ультру пробивают. Здесь линги приростом отбиваются. Две пристройки ещё пошло. Ещё на лом идёт линга ультры в центре. Зерга уже 150. У зерга переход в сторону минералов идёт. Это типичная на поздней стадии такая тема. То есть насливал ультры просто миллиард. И в итоге остаётся только на лингов минералы. Так, здесь тиран спускается. Вот эту хату собирается выбить. У тирана-то просто с газом всё хорошо. Он только минералы добывает. Здесь танков как-то уж прям очень много юнитов на нижних респах. У валькирии зачем-то две. Зачем валькирии-то? Так, ультрал здесь был разгрузился. Валькирии и либераторы не могут ультралу убить, соответственно. Здесь дроны переводятся. Нужно сканить сейчас будет. Зерга что-нибудь не видит, куда дроны переводят. Фактически у зерга база новая вот эта. Здесь уже, видите, здесь уже почти кончилось. Здесь ещё есть ресурсы, но меньше половины уже. Здесь тоже меньше половины. То есть понемножечку, понемножечку. Вот если тиран эту законтролит базу, а тиран законтролит эту базу, тузерк уже будет позиционно проигрывать, если никак не расшатает тирана. Начал гидру миксовать. Но у гидры даже 3-3 нету. Вот в чём печаль вся. Так, ультура есть. Нужно минки выставлять всеми-всеми. Стараться всегда, но успеть очень тяжело всё прям сделать. Ну что, пошёл на лом. Минки тиран выставляют всё-таки. Ой-ой-ой, как может дать, но не дало. Никуда линги сгрызли, пока она там копалась, выкапывалась, закапывалась. Научное судно минус. Но гляфы отступают назад, дерутся неплохо. Ультрал очень хорошо тут грызается. Сзади гидра, сзади линги. Ну здесь прирост хороший, в принципе, выходит. Танк один сверху, птич. Пока не достаёт. Сейчас до ультрала достанет, он поймёт, кто-то по мне там стебает. Нужно разобраться. Вот, понял. Побежал разбираться сразу. Бивнями своими. Разобрался с танком очень быстро. Нитлыхать, как группа юнитов зашла. Тирана здесь проблема. Вот, постоянно тирана одно направление расшатывает. Он вынужден с одного на другое переводить юнитов. Ну, слава богу, хоть есть что переводить. Зерка 165 на тирана 120. Но это ничего пока не значит. Сейчас тиран это отобьёт. И лимиты опять могут измениться. Тирану надо держаться просто. Так, здесь юнитов встречает, отгоняет. Голиапы танки, ультрал, до сих пор жив. Линк здесь жив. Всё брызут, всё убивают. Научное судно прилетело. Линк сгорел об ультрала. Кстати говоря, если вы внимание сейчас обратили, нельзя рядом линком с ультралами стоять по вручению. Танк минус гидра забревает. Ну, голиапы тут гидру разбирают. Гидры всего одна атака, это очень плохо. А нет, два уже, три-два сделают. Здесь инженерка в центре погибает. Минки гидре не страшны. Она успевает их подбревать. Если только не три минки одновременно высовываются, там, я не знаю, с разных сторон. Просто маловероятно, что минки по гидре попадут. Особенно в таких небольших количествах. Так, две факты, по-моему, здесь потерял у нас тиран. Там зерк по центру бегает. А, вот центральная база, кстати, тоже важна. То есть тирану всё равно нужно будет с центра в итоге выходить, пытаться. Здесь чуть-чуть всё догорает. Ну, соплая блока даже нету. Минералов как-то у тирана мало. Здесь вот база тоже кончается, между прочим. Танков здесь достаточно много. Если быть точным, восемь штук. Но нужно их правильно расположить, чтобы отбиваться. Минок маловато. Опять перемоточка пошла. Ну что, здесь ещё для зерга два газа в центре. То есть идеальная база фактически. Зергу газ с таким количеством сетей минералов. Стойкий газ очень важен. Мины по сравнению со Старкрафтом 2 вообще в Старкрафте круче в тысячу раз. Потому что у каждой ультурки по три минки. Они не занимают лимита. И сплэш у них гораздо жёстче. Так, здесь валькирии с двумя атаками прилетают. Начинается хора с валькириями. Вот смещаются вниз. Но гидры-то достаточно. Ну, взял, отдал валькирии. Зачем? Нет, одну пока отдал. Всех не отдал. Третья атака. Сейчас будет гидра полностью грейжных сетей у тирана. Как они стебают красиво и приятно. Здесь базы кончились уже на нижнем респе. Всё-таки зерк живёт в центре. И вот на 12 часах фактически сейчас будет пытаться и здесь занять, конечно же, базу. Тирану нужно вот отсюда танков пару поставить. Так, здесь, здесь, здесь пару. И отжать эту базу, просто защитить её. Респ-то кончается. Вот здесь, кстати говоря, тиран только вернулся недавно. И эта база вообще не прикрыта. Если б зерк был внимательнее сейчас, он просто четырьмя лингами мог бы её прогнать отсюда. Это тоже очень важно. Ну что, накопилось 150 тиранов. Нужно больше воздуха, нужно научных судн больше. Почему? Потому что это не только облучение по ключевым юнитам, каким-то как дефайлеры и танки. Это ещё и матрица на мгле, афы на танке. А матрица 250 деменджа поглощает просто невероятное количество. Можно на марика поставить, по нему и мата стреляет батлкрутер. И, ну, там чуть-чуть деменджа наносит. То есть, ямато аннигилирует, не говоря уже про атаку обычных юнитов. Всё очень-очень крепкое. То есть, даже юнит у 40 хп 250 ещё даётся. Ну и любому здесь. Ну, тяжело, конечно, контролить. Ну, ничего не поделаешь. Кому легко в брудваре было? Никому. Так, здесь много юнитов. Тирану можно сейчас собрать свой боевой лимит. 25 танков отсюда и вот отсюда. И теперь... Оп! Королев зерк добавляет. Я давно об этом думал, но, по-моему, не говорил. Для чего они нужны? Для того, чтобы делать брудлингов. Но не из голиафов, а из танков. В итоге прилетел, брудлингов-то сделал. Королев всех оттерял практически. 8 штук. Они эффективны, когда на карте ресурсы кончаются. Почему? Потому что за энергию они просто юнитов наземных убивают в хлам. Ну, на кого не действуют у тиранов? По земле на всех, получается, действуют. Прошу прощения. Просто на архонов не действуют, например. 183 тирана. Ну, на танке действуют хорошо. Будет ли налом вообще? Да, готовят зерк налом. Очень много юнитов у него. Запас вообще гигантский. Есть научные судна. Подлетают. Вот одно из них матрица. Как раз-таки сейчас пошел на ломку. С стороны зерга. Вот матрица на Голиаф пошла. Смотрите, как долго держит от такого количества юнитов. Вот еще одна матрица здесь держит. Так, заходит вперед. Танков много. Танки сидятся. Без темной стаи. Ой, как гидра заходит. Даже с темной-то стаи по гидре. С флеш-танков неплохо проходит. Нужно отсюда брать вот этих юнитов, везти вниз, иначе будет плохо. По лимиту 140 на 140. Фактически вот матрица. Ну, так. Пошла чума. Чума, это, конечно, хорошо. Сверху танков очень много. Ультралы пытаются забежать. Добежать не могут. Вот тиран отбивается. Но потери, конечно, одинаковые. Примерно для тирана это не очень хорошо. Потому что если бы он вот это вовремя выявил, потери были бы в его пользу. То есть у зерга 9000 на 4000. У тирана такого запаса по ресурсам нет. Тирану нужно что-то предпринимать. Ему базу нужно занимать. Вот он и пытается 6 часов в коге отнять. Сюда о выходе в центр пока речи не идет. Слишком много ресурсов нужно для выхода в центр. Так, танк приходит. Санка гибнет. Нужно заводить на верх часть. Куда-то зерк собрался ломиться. Кстати, не видит до сих пор, что здесь добыча идет. Но здесь уже и кончилась база фактически. Здесь научные судна. Плюс танки на хайграунде навряд ли получится убить. Хотя факторей всего 5. 10-ю выбил в итоге. Вот они в рудлинге пошли. Раз, два, три танка минус. Просто на халяву. Они еще ведь вылупляются. Уступляются и с флешем танки сами себя могут забрать. 160 зерга, 155 тирана. Как-то до заказ у зерга слабенький. Или может просто он не с каких-то других юнитов хочет. А, он чисто королев сейчас делает. Сколько их? 15 штук. Ему решил брудлингами все забрить. СЦ-шку обнаруживает. Здесь идет убивать. Ну что нужно, чтобы брудлингов законтрить? Нужно строить что-то воздушное, ловить. Либо научными суднами лететь вниз и облучать всех этих королев. Смещается зерк вниз. Понимает, что нельзя тирану 6 часов давать ни в коем случае сейчас. Почему? Потому что целая база у него и в центре кончается, и здесь кончается. Хотя на руках у него почти что база. То есть база это 12 тысяч минералов. Там 8 кучек по 1500 получается. Да, и газа 5000. У тиранок они вот... Хотя, зерк чуть-чуть тут еще надобывал, высосал часть. Туреток мало, что-то тиран строит. Хотя у него минералов нет. Сейчас уже, да, понятно, почему не строят. Все были минералы, обязательно нужно заказывать. Ведь королевам тяжелее пролететь. Так, здесь у нас дистанс майнинг идет. Полтора к газовую же осталось. Я хочу еще газов взять. Потому что одного люркера закопал, чтобы дистанс майнинга не было, насколько я понимаю. Ну, в первом Старкрафте газ, когда кончился, вот он кончился, он по 2 добывался. То есть, ну, главное минералы всегда был ресурс. Газ в затяжной игре всегда натаскал бы даже по 2 бы. В втором же Старкрафте газ даже, пожалуй, более важный ресурс. Спасает, смотрите, как можно гидрала спасти от облучения. Хотя она 250 демож наносит, а у гидрала. 80 хп. Замутировать в люраилу. Причем можно замутировать раз, отменить, потом еще раз замутировать. И ресурсы в первом Старкрафте за отмену не снимались. Мутация. То есть, они полностью возвращались, насколько я помню. Или вообще не возвращались. Да нет, по-моему, возвращались. Так, брудлинги пошли. Я чуть подзабыл этот момент даже. Так, танки падают. Как за отмену в бараках, собственно, в зданиях. Вот если вот это здание погибнет, даже отменять не надо. Те ресурсы автоматом вернутся. Так, по-моему, за люру все это. 160 тирана снимается, выходит в центр. Здесь очень большая группировка такая накопилась. Отсюда лучше юнитов не брать. А вот эти все три танка этих, вот эту группу можно присоединить бы было бы сюда. Я ни одного выхода пока от тирана не видел, чтобы он в нормальном 200 лимита вышел. Опять залетают королеву. Ну, кстати, в этот раз Голиафу хорошо их стебают. Врудлинги пошли, но королевы-то сами падают. Сейчас вот этот я бы не сказал, что эффективный прям врыв был от зерга. Теряет все. Выходит тиран в центр. Где тут у зерга? Вот они юниты, у зерга... Так, а что зерга без ультры-то? Настроил гидры какой-то. А чем он отбивать не собирается? Теран пришел. И центр на халяву сейчас громит. Врудлинги пошли. Два танка минус. Гидра заходит с такого направления, что танки сейчас есть жару. Такого зададут. Все разваливается к чертям собачьим. Центр зерга под ударом. Ресурсов миллиард вообще. Ну, зачем центр-то было терять? Здесь и газ очень ценный. И вообще много чего здесь ценного есть. Минералов еще чуть-чуть осталось даже. Ошибка зерга так отдать. Теран удал 6 часов добывать. Сам центр отдал. Гидру всю новую... Еще гидра строить? Нужно гидролингов тогда строить. Да, гидролингов и строй. Ультралов не надо. Масс, как в начале ультралов. Можно штучки 2-3 добавлять, чтобы они просто бежали и танковали в перспективе. 134 тирана. Зерга у нас 149. Очень много юнитов. Тиран не соединяется с нижними танками. А вот сейчас взял и нижние в итоге вроде как. И темная стая есть. Так, пошел на лом. Зерга идет вперед. Тиран не готов. Нужно отступать нафиг отсюда. Чума пошла по танкам, по галифам. Еще чума пошла. Облучение по дефайлеру. Раз. Второй где-то вдалеке. Там дефайлер. Гидру. А, вот. Еще один дефайлер. Гидралов облучать. Ну, хотя, в принципе, в куче гидралов можно облучать. Они демэж своим наносят. Собрать им, которые рядом бегут. Зерга 130. Тирана 130. Ой-ой-ой. Как чума это напрягает. Кстати, КП по одному. КП у танка осталось. Вычинивать дорого очень. Это ресурсы ведь все. Минок что-то. Вот сейчас тиран ошибку делает, что минок вообще не добавляет, конечно. Зерга вступает. Центр надо заново взять сейчас. Потому что это последний ресурс, который у зерга фактически есть. Тиран здесь обосновался на нижней базе. Вот то, что тиран в нижней базе обосновался, это для зерга как раз и плохо. Грейтер спайра так и нет. Может быть, попытаться там грудами, гвардами точнее, что-то сделать. Но гвардов галифа хорошо контрят. Тем более грейды на воздух слабенькие. Здесь летают, судно его облучают. Еще одно облучение пошло. Гидралис убегает. Люру делает молодец. Опять же зерг. Королев добавил. Будет опять же королевами брудлингами разбирать. Но королев сколько? 15 опять. Блин, сколько он ресурсов в этих королев вложил? Он прям не сверхэффективно ими пользуется, я вам скажу. 132 тирана, зерга 159. Вычинить 5 танков с 1 хп до полного, это гораздо больше, чем 1 танк построить. Но все равно дешевле, чем строить 5 новых, естественно. Так, пошло облучение. Еще облучение по гидре. Нужно своих гидралов убивать. Вот такую ситуацию. Они чтоб демош не наносили. Что зерга делает? Нет, он научное судно убивает. Гидралов не убивает. Таши. Вот, вот. Да, если в центр гидралов облучают, нужно их убивать. Иначе просто они, смотрите, какие все красные сладкие там бегают. 140 тирана, 155 зерга. Даже оверов на 200. Почему центр не восстанавливает? Странное решение такое. Собирается чисто низ выбивать. Грублинги пошли. Но королев это тоже отдаются. Танк, кстати, не убивал. Хорошо сейчас зерга. Но королевы отдаются. 5 из них не выжило в этой операции. Хитрейший. Пошел на лом. Оверы летят. Дроп-то, кстати, есть. Почему все по земле идет? Да часть оверов дропать надо. Гидра с двух сторон заходит. Тирана 115. Здесь обороны нет никакой. Заходит зерк на 6 часов. И, похоже, на 6 часах сейчас проблемы будут очень жесткие. Танки псих, научные судна прогоняются. Прирост идет жесточайший. Так, минус СЦ-шка. Прогнал 6 часов. Ну все, для тирана это ГГ85 лимита. Ресурсов нету нигде. Даже здесь не поможет. Там 200 сотки осталось. Зергу хату нужно здесь брать. У зерга еще 4700 на 400 при этом всем осталось. Тиран делает последний практически выход. У него 16 танков, 9 глях и 7 научных суден. Есть сейчас. Зерк заходит вниз. Есть танки. Сюда два сверху тоже рассиджить не помешало. Так, научные судна отдавать ни в коем случае нельзя. Для тирана это на лейте вообще спасение. Почему? Потому что они до бесконечности могут облучать. И тоже эффективно, как королева получается. Только еще более эффективно. Они все у зерга могут облучать абсолютно. И землю, и воздух. Так, минус овер. Тирану нужно брать эту базу, опять пытаться. Иначе беда. ЦЦшки есть. Да, ЦЦшка здесь есть. Отсюда взлетать и идти здесь вообще. Зерк, кстати, тупит сейчас. Каким образом можно послать сюда пару пачек лингов. Тиран весь прирост увел. Ему нечем обороняться здесь вообще. Так, чуть-чуть побыстрее делаю. Потому что здесь опять бегать не в центре. 52 минуты игра уже идет. ЦЦшка вниз полетела. Что, зерк будет на ломде? Почему зерк не пытается занять? Тут 6 часов. Я бы единственного не понимаю. Сейчас момента. Позанять бы там и сидеть с чумовиками. Со всем, чем нужно. Так, на лом зерк делает. Тирана много боевого лимита реально. 52 гидролиска. 16 танков их вообще развалят в хлам. Особенно они деможные, если под облучением бегают. Они деможные под облучением и бегают. Дистанс майнинг из центра. Со стороны зерка идет. Дронов 42. Где они все? Вот часть вообще стоит полгода. Сюда переведи. Дистанс майнинг сюда делай. И хату одновременно строй. Часть высосет. Ресурс уже хорошо. Опять тиран умудрился сюда прийти. Чего-то зерк тупит вообще конкретно. Почему он тиран удал опять сюда прийти? Дубни закопан. Есть королева. Ну, в принципе, ресурсов у зерка столько, что я думаю, он справится. 70 на 150 лимит. Это прохладно. Ну, вот видно, что у них корейцы сразу. Вон здесь база бесхозная стоит. Пошли сюда юмитов. Ни технологии не останется. Соплай блок будет у тирана. Вот здесь оставить его. Просто жить и все. Здесь тоже криво все стоит. Хотя тирану уже не столь важно здесь. То есть, можно просто с данными попытаться улететь. И уже на этой базе можно сидеть. То есть, если тиран просто будет сидеть, а зерк вот так вот тоже сидеть, как минимум ничья, да? Как бы, если зерк будет ломиться, тиран будет в плюсе в обороне. Плюс научные судна. Они даже штучек там несколько сделают победу. Так, вот. Скоржей вернулся. Молодец. Поэтому 240 у зерка ресурсов. Мне просто непонятно, что именно зерк сейчас ждет. А, 16 королев. Ну, с королевами собирается что-то тут предпринять. Танков очень много здесь. Но облучать королев не получается пока тиран. Он и не собирается этого делать. Ну, что будет врыв-то вообще? Где-то облучение идет. Где оно идет? А, вот здесь королевы залетали. Поэтому облучение и шло. Летают скоржи. На скорже ресурсов, да, хотя бы зерк гон натаскать. У него на скорже много. Заходит наверх. Так, научные судна висят. Даже не верхнюю базу, а вот эту, где я пришел и сбрил. А можно и верхнюю сбрить. То есть тиран здесь будет жить. Депошек места построить нет. Ни хрена нету. Как бы в этом-то вся и печать. Так, дефайлера вовера сажает. Почему? Потому что иначе его будут облучать. А так вовере облучить не получится. Так, судно у кого-то полетели. Облучает помешку тиран. Зерк не спешит атаковать. Вот зерк на самом деле адски просто затупил. Он мог вот эту ЦЦ-шку занять сам просто в легкую. Но не занял почему-то. Так, прирост-то здесь строится. Здесь ничего не осталось. То есть зерк сейчас, убив эту базу, оттек вот этот островок стабильности, блин, островок с минералами от продакшна вообще тирановского. То есть если тиран полностью не добудет, то, да, зерк его отожмет в итоге. И тирану придется отсюда выходить в центр, что без шанса. То есть тирану нужно тут-то здесь жить. Ну, туретками бы пару хотя бы здесь-здесь, чтобы они автоматом отбивали, что ли. Так, прилетают королевы танки, подбревают. Сколько их вообще осталось? Отбивают с горжами научное судно. Королев 11 штук. Танков у тирана 10. Ну, часть-то танков вон здесь была, причем значительная. То есть сейчас танки отсюда все выбить, убрать и все. Королева глушил. Еще три летят. Странно, тремя королевами прилетел. Только двумя кинул в брудлинг и только одной в танке. В танк и... Ну, наконец, заход. Чума пошла, темная стая. Ну, по темной стае танки сплэшем дэмэдж наносит. Но слишком много гидры, слишком мало танков. Приходит зерк, выселяет все-таки тирана. Тиран пока не сдается, потому что у него здесь боевые юниты некие есть. Ну, 116, кстати, в 51. Зерку дистанц майнингом отсюда уже нужно заниматься. Почему он изначально этого не делал, непонятно. Идет высок. Ну, тут королева есть просто. И королевы... Королев 6 штук. То есть танки это минус будет в итоге. Выходит голиаф. Почему будет тирана? Танков не так много. Пытается вниз к этой базе прорваться прям с мейна. Ну, а что ему уже остается? Так, танки птич. Отходит голиаф. Под танки здесь темная стая. Есть танки недостаточно, дем уже недостаточно. Ультрал сзади. Прижал ГГВП. И зерк все-таки побеждает в этой игре. Вот так вот. Такая вот замесина у нас была. Ой-ой-ой. Ну, и очков, соответственно. 500 тысяч на 464. Вот параметры можно посмотреть. Ресурсов. Газа добыта. 47 тысяч зерком, тираном 30. Минералов 67 на 81. Структуры. Построено тираном 105, зергом 47. Ну, у зерги всегда мало зданий. Убито тираном 15, зергом 65. По юнитам самое интересное. Произведено 3 семерочки тираном. Зергом 1227. Убито тираном 1014. Зергом 599. Короче, вы поняли, что много всего реально хорошая игра была. Хорошая. И это первая, кстати, их игра. Вторую загружаем. Поехали. Ну, самое главное, что и тиран неплохой. Так. Поехали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вторая игра Чуть быстрее делаю Здесь стеночку делает Тиран Второй базе Зерк у нас что? Зерк стандартно достаточно развивается Пошла хата Зерк стандартно достаточно развивается Ну это такой, в общем-то, развод Бункер Тиран наверняка отменил В первом Старкрафте, естественно, не показываются Как все минералы возвращаются Затменённые бункер Стеночка Так, стеночка какая-то стрёмная Депошку вот сюда надо было ставить А, ну барак вон назад улетит Всё нормально Сделает всё нормально Можно депошку будет вперёд немножечко сместить И стенка бы нормальная была Лингов Зерк добавил Газ Газ ставит Парабам 11 дронов То есть 14 КСМ Мува нету Просто Тиран Безопасности, собственно говоря Мува нету да нет зерк на самом деле уж точно посильнее c плюс даже на старый уровень если смотреть мне сложно сказать какой по старому ну на бета уж точно тянет а что там сейчас какие ранки сейчас уже там это смешно все нужно по старому ориентироваться уровню переводится так дронов на мейн раскачал переводится дрону клана третью у вас второй газ запиливает третья минералонля заказана что это будет у нас на этой карте сейчас посмотрим здесь можно и через влюру кстати прессануть тирану например вот этот хрень пробить и зайти через хайграунд тем более респы к этому хорошо идут действуем минералонля врубан трюк тирану а тирану сакану Спайр, да, пошёл Спайр. Линги в центре бегают, контролят, пока затищен. Здесь, кстати, между дупошками, судя по всему, прохода нету, поэтому маленькие стоят только в одном проходе. Вултурка самый быстрый юнит в игре в первом Старкрафте, это без грейда мува, без грейда скорости Вултурка быстрее ездит, чем Линги. С грейдом скорости она просто метеор. Ну, не считая интерцептора, потому что он всё-таки неуправляемый юнит, он, конечно, самый быстрый. Так, ну что, муточка заказана, макро хата на мейне третья добывается, рабов УЗРГ 28, тирана 36. Кстати, тиран, так, в арморе что? Это воздушные грейд. А, валькириями собираются контрить мутку, люблю очень валькирии, особенно, когда через них мутку контрят. А, это Меф, Валькирии и Голиафа, кстати. Валькирия и Голиафа имел место быть такой билд. Помню, андроид с Мандрагоном в финале ЕЦГ европейского ВЦГ, в первый раз, кто-то, они не думали, играл. Может быть, там проиграл, но забыл бы с основной аккафы, там такая хорошая, как она называлась. Тоже проиграл, но вот Голиафа, Валькирии тоже делал. Чуть-чуть там не хватало. А, валькирия и Голиафа. Валькирия и Голиафа. Так, ну моряки, кстати, тоже добавляются. То есть тут какой-то биомех совместный. Ну, интересная такая тема. Пошла четвёртая хата у зерга. Муталиска полетал, чуть-чуть пошатал, улетел. 75-68 по лимиту в пользу тирана. Валькирий больше не строит. То есть как-то прям тяжело будет ему контролить сейчас рейндж. Точнее, и атака Валькириям, и Голиафы, и пехоту. То есть это всё разные контролы, надо биндить. Пехоту в один бинд, медиков отдельно, Голиафов, Валькирий тоже там отдельно. Можно вместе взять, но это очень тяжело будет контролить. Причём пехоту-то можно больше контролить. Так, пошёл выход сейчас. Всё, посмотрим, к чему этот выход приведёт. Конечно, вообще зерга можно на такой стадии пробивать, такую хрень. Ну, зерк в гидру переходит, кстати говоря, мутка гидра. Это интересный момент. С пехотой недостаточно, то развалится, конечно. А пехоты вообще недостаточно. Гидру контрит лучше всего пехоты, конечно. В первом Старкрафте. Голиаф тоже с ней неплохо дерутся, но Голиаф 2 лимита, гидра 1. Голиаф дороже. Голиафов столько редко бывает. Все они жирнее. Впрочем, в любом случае, пехота. Так, Валькирия прилетает. Пока ещё даже мутки нет. Валькирии уже тут начали отдаваться. Зачем? А, ну, харасит. Соплайвлок зергу сделал. Всю пехоту отдала. Здесь спорка. Лётка чьи была. Наламывается зерк. Разваливает нахрен просто тирана. Выход в мясо вообще. Слабый выход. Пехоты раз в два больше было бы. И тогда бы, может быть, что-то получилось. Ни А2 нифига. Ну и зеркнет же, и Дон. Конечно. Но всё равно не получилось. Ничего, к сожалению. Ну что зерк-то у нас? Овер. Так, вижу мув овером. Уж не дропчик ли будет. Четвёртый тут, по нему, начинает добываться. Нужно раскачивать. Что здесь? Танков нету. Опять какие-то... Что за гляфы-то вообще? Самые, ну вот, без саппорта танков и пехоты гляфы. Вообще самый ущербный юнит против зерк. Его все разваливают. И против мута он неэффективен по воздуху. Он полный дэмэдж двадцаточку свою не наносит. И против гидры наносит, но гидра его разваливает замечательно тоже. То есть странно. Тиран какой-то странный вообще. Ну да, два Валькирии в Миксе не было тогда. Ну там и Джейдон, по-моему, не в муту играл. Хотя, может, и в муту я уже не помню, честно говоря, что там было. Помню, что карта на трех человек это была. Забыл, как она называется. Да, Таукросс точно вспомнил сейчас. Так, факторей все больше и больше. Нет, 3D у меня никогда нико не было. У меня был Рокс поми ДТ, по-моему. Хотя нет, а Рокса вроде тоже еще не было. Вроде что-то там было. Ну а ФСЗ был когда-то, к вам, С-2, да. Уже Рокс какой-то момент. Я уже не помню, честно говоря, как там было. Ну, ДТ, да, был такой никнейм. Но не 3D. Так, пошел в центр. Голиафы. Узбыли б танки с этими Голиафами. Валькирии как-то поздно тоже прилетели. И криво дерутся. Муталис как минусует. В итоге все-таки логидратом Валькирии разваливает. Ветеран тут дрался как бы как мог. Но недостаточно Голиафов. Либо больше Голиафов. Причем намного больше Голиафов. Либо танки. Ну, бред здесь танков не делать, конечно. Потому что танки будут хорошо гидру разваливать, пока Голиафы атакуют. В итоге отдался. У ЗР как так. ЗР как там пятую, раскатку четвертую. Добавить 47 дронов. Здесь что-то 30С как-то полгода не добывалось. Грейды не делаются. Есть же лаба одна. Строите танки с одной этой. Ну, не понимаю. Я тирана, честно говоря. Сканит тиран. ЗР купит со 107 зерга. 79 тирана. Что, начинает пробивать эти храмы? Да, но, блин, гидрой запарится. Пробивайтесь, дуроик надо, конечно, пробивать. Их здесь очень много в стеке в этом. У Валькирии. У Валькирии он тоже бы имел. Пусть они изначально были, эти Валькирии. КОНЕР КОНЕР Не строить танки в ТЛЖ. Как вред не строить танки в ТВТ такой же. На такой стадии. Конечно, вначале-то можно и без танков ставиться. Пробивает, пробивает. Но это еще не последнее далеко. Выходит тиран. У ЗРГ уже 2.1 грейды. Делается армор. Тиран вообще... А не, вот начал армор делать. Этот домик с клэшами нужно убивать. Тогда сразу все заразы будут погибать. Не с клэшами и унидами. О, наконец-то кончился домик. Заходит гидра. Тиран это видит. Ой, гидра поперла. Мультурку надо прогнать. Часть на хайграунд зашла. Часть снизу дерется. Галиапы идут вперед. Отдаются 2.1 против 1. Видишь, ЗРГ там гидра сильнее. Намного получается. Когрой дам. Так, зашло. Зашло. Гидры достаточно много. Здесь у нас в ультурке поехали. Но прикрытия у базы-то просто нету физически. Тиран заходит. Пытается биться. Гидра заходит на третью базу. Можно уже и... Хотя нет. В целом не так просто не покуснуть будет. Гидры столько, что тут даже танков не страшно. Можно завести пару гидролесков. Там, я знаю, несколько штук танков закусить просто. Рабочие падают. Все падает. Сверху чуть-чуть тиран заводит. Ничего не получается. Так, танк закусится в итоге. Минус СС-шка, минус танк. Ну, хорошо ворвался. Что-то можно сказать. Даже тирану и не отбить-то будет хайграунд твой. Центр зато вышел контролить. Стоять, ничего не делать. Нужно СС-шку четвертую занимать. Вот она и полетела, кстати говоря. Здесь уже дефайлеры. Калина Сима Крахат немножко заказал. Странно, что 200 нету. Здесь Нидус пошел. Так, гидра разбирает танки. Муталиски прилетают. С хайграунда начинает вкусить танки. СС-шит. Три танка приехало. Три танка можно разобрать. Сейчас изи просто. Муталиски танки разбирает. Здесь какой-то выход от тирана идет. Ну, а что эта база-то? Так, здесь деньги заказаны. Ну, бьет он эту базу. Он там зерку уже респы все заняты. Тиран даже, наверное, не знает, что там зерк живет. Здесь Тахат, конечно, погибает. Один армор тиран слева. Один армор предпустали. Ё-моё, для какой-то минуты можно уже 2-2 было, чтобы и даже 3-3 можно было бы делать. Так, муталиски чуть-чуть тут на халде зависли. Голиафы их расстреливают с разных сторон. 82 на 141 по лимиту. Нужно через Аклик идти вперед. Люра здесь против меха, в принципе, Люра. Ну, тоже не помешает, но особо и не нужна. Здесь линга гидра, в принципе, с темной стаи. В самом деле, Люра, если за лингами гидроиды бежит, закопает, сканет и тоже проблема определенная создает. Так, 3-2 грейды, еще один армор делается, третий. Иди эволюшн, еще есть эволюшн-то второй. Да, вот он, эволюшн, коготь с лингом. Уже милишные добавляют. Здесь тоже третья хата ставится. Минерал-онли. Можно здесь газ поставить, в принципе. 107 тирана, зерго 157. Заводит линга, кстати говоря, на четвертую базу. Вообще ничем не прикрывается тиран. Вот рядом находится танк, вот какой-нибудь сюда, я не знаю, что-нибудь разложил. В итоге минус база фактически здесь. Минус адреналином улучшен, тут он начнет перегрызать. Так происходит, вот, например, одна улья не спасет. Голиафы даже не спасут, они линга очень хорошо убивают. Так, будет, тут контакт идет. А, прогнал ничь китера на зеркать. Отжал Голиафов. В итоге сейчас темную стаю можно кинуть, было бы. Ну, либо что, мусы, да, не знаю. Темную стаю кидает. Ну, чтобы вот, если чисто гидра с Голиафами дерется, как можно законтрить темную стаю? Можно зайти в нее тоже Голиафом, никто никого атаковать не будет. Если же есть линги, например, здесь, то это бессмысленное мероприятие. Так, будет ли переиздание первого стархафта? Я в нем смысла не вижу в этом переиздании, абсолютно никакого. Если делать, надо было раньше делать. Ну, можно сделать разве что, чтобы, например, как-то оптимизировать всякие интерфейсы обсерверские. Это единственное, игрокам, по-моему, не делать. Так что, другого варианта нет. Да, чтобы графика Full HD была, да, там можно было поставить на нормальную. Так, зерк из, по-моему, Нидуса тут выводит юнитов значительное количество. Далее, ура, линги! Ну, вы атакуете, дистанций, правда, много. 1-1, бредит. Темная степь, шла, линги наломаются. Ну, зерка прям невероятно здесь много. А из-за тирана подгребает. ГГшечку пишет тиран. 2-0, зерк победил. Сама игра и не тормозит. Так, ребят, на этой замечательной ночи мы не тормознём на сегодня. Уже 2 часа я стримю, поэтому нужно прерваться. Где-то в 7 часов я вернусь с ладерком 2-го Старкрафта. В 8 часов, соответственно, ВЦС. Не знаю по обстоятельствам с ладером, но, скорее всего, вернусь. Вот, так что... Так что, приходите чуточку позже. Всем спасибо за внимание, увидимся!